Добрый вечер, Урхан. Добрый вечер. Налаживаемые отношения между двумя странами, как мы видим, поприветствовали в Вашингтоне. Действительно ли мирная инициатива совпадает с интересами США? И в целом, насколько она стала реальной на фоне последних событий? В принципе, в интересах США и всего коллективного Запада это вывод России полностью из Южного Кавказа. В основном военно-политически. Естественно, экономически Россия отсюда не уйдет, но военно-политически выводились в России из Южного Кавказа. И процесс деливитации и демаркации это уже начало этого процесса. Это говорит о том, что нам больше российские пограничники в Армении не нужны будут. И далее, если будет еще открытие армяно-курецкой границы, то, в принципе, 102-я военная база в Юмле тоже будет не нужна. Она будет там просто в форме формальности. Главная цель это не какой мир был между Арменией и Азербайджаном для Запада. Главное, чтобы он был, чтобы России здесь не было. Процесс делимитации границ это как раз тот момент, когда США понимают, что руководство Армении не в силах сделать даже что-то большее. А вот какие цели преследуют Соединенные Штаты? Зачем им развивать вот эту идею о том, что они рядом, они всегда готовы поддержать? Ну, в принципе, чтобы, во-первых, они являются сверхдержавой, и это говорит о том, что, так скажем, первая военно-экономическая промышленность мира за этот процесс, за установление мирных отношений в регионе и за то, чтобы пошел процесс определения границ, определения территорий и мирного существования. Точнее, не существования, а мирного взаимодействия в будущем, чтобы здесь не стреляли, не погибали люди, чтобы США и на этот регион тоже не отвлекался. Если посмотрим, что творится в мире, это война в Украине, Восточноевропейский фронт, так скажем, это Ближневосточный фронт, это нагнетающий Дальневосточный фронт, и чтобы как бы на Кавказе ничего такого взрывоопасного не было, что может привлечь и Россию, и Иран, и Турцию, и если привлечет и Турцию, то привлечет и НАТО тоже. То есть США здесь хочет хотя бы порядка, даже если не мира. Они также предлагают свою помощь, а вот все-таки какую помощь они и чем они могут помочь? Они могут помочь финансово, в принципе, это больше подойдет армянской стороне, потому что они очень так рвятся получить западные деньги. Это может быть, они могут помочь в дальнейшем делать разные проекты по мирному взаимодействию представителей двух народов. Это создают какие-то общие гуманитарные, социальные проекты, проводить экспертные встречи, проводить встречи в Грузии представителей СМИ, проводить встречи интеллигенции и так далее, чтобы напряжение, общественное напряжение немножко убавить, тем, что они делали еще до Второй Карабахской войны. Просто тогда нам это бы не было ненужно, а сейчас мы можем спокойно пойти на это. Но самое главное, что они могут сделать для нас, это убрать 907-ю поправку, потому что Азербайджане, я не думаю, что пойдет на какие-то общие гуманитарно-социальные проекты, США, проекты по правам человека и так далее, если до сих пор существует 907-я поправка. Мы знаем, что руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении уже проведут переговоры в Алматы без посредников. Все-таки как можно оценить вот этот раунд переговоров? В принципе, я думаю, что первый раунд переговоров начался в прошлом году, в мае и июне, интенсивные переговоры были в Вашингтоне. Далее это был берлинский формат, после чего мы увидели, что есть большое продвижение. Большое продвижение это в плане освобождения террористов, диверсантов, которых мы взяли, и они освободили наших двух солдат, которые заблудились. Далее это то, что Азербайджан не противился, чтобы Армения стала в бюро по Восточной Европе КОП-29, и Армения тоже поддержала Азербайджан. В принципе, эти переговоры начали идти, это гуманитарная сфера, это сфера побочная, не основная сфера мирных переговоров. Это говорит о том, что намерения очень хорошие. Далее мы можем увидеть, что уже будут идти конкретные работы над мирным проектом. Недавно девятая поправка была отправлена, и надо думать, что уже, в принципе, нет, не осталось никаких барьеров. И после этого будет идти финишная прямая для того, чтобы подготовить заключительный текст мирного договора. Ну, как мы уже отметили, начало демаркации и делимитации границ уже началось, но мы видим протесты с армянской стороны. Все-таки вот в чем причина и цели? Если мы обратим внимание на тех, кто делает эти протесты, это в первую очередь, это церковь, это представители церкви, это диаспора. Мы видим, что всплыло имя Рубена Варданяна тоже во время этих процессов протестов. Мы видим, что подключаются к ним Дашнаки, партия Дашнак Сун. В принципе, мы можем увидеть два, две логики происходящих. Первая логика – это опять северный сосед пытается помешать процессу делимитации, делимитации, демаркации, потому что она видит полностью то, что в военно-политическом плане ее вытворяют отсюда, но, естественно, как я сказал, в плане экономики она остается. То есть одна из башен Кремля противоречит, а другая башня, может быть, самая главная башня Кремля, она согласилась с реалиями. Мы даже можем увидеть это на встрече президентов Хамалиева и Владимира Путина. И мы увидим, о чем будут говорить 8 мая Никол Пашинян и Владимир Путина. Я думаю, что главная башня Кремля, она согласилась, но есть башни, которые рядом, они не соглашаются с потерями. Мы видим, что как некоторые Азербайджана, ФОБы в России, Затулины, другие высказываются в последнее время. Мы видим, что основным рупором этих протестов это Маргарита Симоньян и другие люди, которые представляют ангажированные СМИ в России. В принципе, вся эта суматоха, во-первых, это понижение рейтинга пашиняна, и доказать то, что пашинян следует интересам Запада, а не армянского народа. И церковь – это основное духовное противоречие, потому что церковь в Армении очень сильная, и не только в Армении, в диаспоре. То есть что связывает всемирно-армянское, мировое армянство – это церковь. Не будет церкви, не будет мирового армянства тоже. Мы видим, что церковь тоже активно подключилась. Еще есть другая логика, вторая логика – это все делать, чтобы немножко напряжение сбавить, потому что это все как-то закончится, утихомирится, люди устанут протестовать, и потом все пойдет складно и пойдет без никаких инцидентов, протестов и так далее. То есть первое – это выпустить ПА, дальше, чтобы лимитация, демаркация пошла более налаженно, более складно. Будем на это надеяться. Спасибо большое, Орхан Набиев, политолог. Спасибо большое. Подключался.